Если я ем десерт не из-за голода, а чтобы насладиться, значит ли это, что пока я не обеспечу себя другими не пищевыми наслаждениями, то я не смогу избавиться от сладкой зависимости. Вот опять тревожный вопрос, а как будто куча обстоятельств и условий, это опять тревога, человека гонит вот такую штуку задавать. Если человек ест десерт, ну как вот, если взять совсем чистую сухую физиологию, максимально ультимативный стоический вариант, человек попал на необитаемый остров, где на деревьях растут пироги и нет животных. Все, есть больше нечего, он есть десерты, потому что это первая, вторая, третья, четвертая категория, их нету, нету в доступе. И вы скажете, рыбачить пойдет? Нет, вся рыба сдохла вокруг, все, нету, все, невозможно ничего. И только пироги. И вот в таком случае десерт другого выхода нет, потому что это единственная представленная пища. А когда у вас вокруг обилие всей пищи, и вам вдруг хочется чего-то этакого, побаловаться, это значит, уровень стресса поднялся, тахар крови упал, кортизольчик тоже начал скакать. И в этот момент надо сделать правильный выбор. Ну как правильно, эффективный. Правильно, неправильно, хорошо, плохо, это не то. Эффективный выбор это начать с первой категории, начать с того, что насыщает всерьез и надолго. И от первой, второй, третий, четвертый идти до пятой. Вот так вот, это то, что мы обсуждали с пироженками. Так вот, тут все-таки зерно, пока я не обеспечу себя другими не пищевыми наслаждениями, то есть это удовлетворение базовых потребностей. В той или иной мере они у нас у всех по-разному, с перегибами недоудовлетворены, поэтому мы склонны чем-то это компенсировать, вот и все. Кто едой, самый простой вариант, это и тоже про меня, я все говорю про себя. Если кто-то обижается, и мне тоже обижаться на себя приходится, потому что я все это пережил, что вам рассказывал, это все не с потолка берется. Надо восполнять пирамидку свою потребностей маслова. Ну это же настолько, да, это настолько просто, да, вот решение простое, но чтобы начать действовать, нужно многое поменять в жизни. надо вас вытаскивать из среды, которая вас заставляет это делать. Ну, как я рассказывал, рехабилитация, как героинщиков, так и вот сладкоежек тоже, на рехабилитацию, в тайгу, на лесоповал, и будет у них свой шансон там, про конфеты будут петь, да, живем мы в нашем лагере, ребята, хоть куда. Дальше. Дальше. Спасибо за внимание. Расширенная версия этой лекции доступна на моем канале. Ссылку на нее вы найдете в описании к этому ролику, а также прямо сейчас у вас на глазах на финальном экране. Желаю вам полезного изучения моего творчества. Используйте.